Нужно думать и о рукоделии, потому что это развивает мелкую моторику. Ну и в принципе интересно, конечно же, рукоделий видов очень много. Это и рисование, и плетение бисером. Кстати, вот на бисере мы задержимся поподробнее в следующем нашем репортаже. Гипсовые фрески, мозаичные панно и картины маслом. Каждая деталь в этом доме – подтверждение того, что хозяин – человек творческий. В собственном дворе он устроил выставку. Кроме меня в Крыму никто не делает. Наши милые женщины, 99%, они вышивают. А у меня своя технология, я сам все придумаю. Фердинанду Саркисяну скоро 80. Сварщик по профессии половину жизни посвятил созданию изделий из бисера и бижутерии. В ход идет все – от женских сережек до пряжек от ремня. Из них он собирает церкви в миниатюре и иконы. Это церковный журнал, да. Это они, вот, эти, эти, они все оттуда я беру. А уже все вот это вот, вот это все – это моя фантазия. Раньше украшения мастер клеил на пластилин, сейчас в основе ткань. Она долговечнее, утверждает художник. Главный инструмент – ножка от старого циркуля. Путь в творчество начался с создания песочного замка. Я, ну, делаю, я вниз смотрю, что свои работы. Вода есть, это есть, я уже знаю, как это все сделать. Эти отдыхающие говорят, а вы что, говорят, архитектор? Я говорю, нет. А я всего, на все, я сварщик. Это мне Бог все дал. На материалы Фердинанд тратит почти всю пенсию. При этом работы он предпочитает дарить. Продал только однажды. В начале 90-х в доме обвалилась часть крыши. Денег на ремонт у семьи не было. Бисерный храм метровой высоты пришлось вынести на рынок. В 91-м году «Жигулис» стоил 5500. Вот. Я его одну работу продал за 5000. Вот так и построился. Эту церковь мастер создал 15 лет назад. Тогда он работал охранником на складе. И по ночам, чтобы не уснуть, занимался любимым делом. Вот это откуда? От люстры. Как от люстры? Вот такая. Вот такую люстру. Вот это стекло. Стекло, вот зеркало. Да. А это, вот это ангелочки, немецкий товар. Вот это, вот это. Таких миниатюр умелец создал около десятка. На каждую ушло не меньше года. Почти все подарил друзьям и знакомым. Это работа «Гордость» Фердинанда Саркисяна. Ее он создал два года назад по подобию Симферопольской часовни. Собрал в рекордное время – восемь месяцев. Количество деталей мастер не считал. Только одного бисера ушло несколько тысяч. Несмотря на почтенный возраст, Фердинанд Саркисян продолжает творить. А в свободное время занимается танцами и поет. Скучать ему не приходится, ведь жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в безделье. Шагай с меня, мой Аястам зовет меня. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова